МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях. Безопасность людей – приоритет областной власти. В преддверии летнего сезона спасатели вновь обращают внимание граждан на правила поведения на воде, а также о правилах пожарной безопасности. Такая нужная, но опасная вода. Третий месяц вода из аварийной трубы затапливает подвал жилой многоэтажки на улице Гоголя. Коммунальщики обещают заменить трубу, но это займет время. Сагндахсена Рамазан. В преддверии священного для всех мусульман месяца в поселке Уштубе провели встречу имамов Карагандинской области с местными жителями. 18 миллионов тенге при ставке вознаграждения 6% годовых. Такие условия предлагаются самозанятым и безработным гражданам для организации собственного бизнеса. Областное управление предпринимательства рассказало о результатах реализации программы продуктивной занятости и развития массового предпринимательства. Развитие массового предпринимательства на сегодня – это главная программа, реализацией которой занимается областное управление предпринимательства. Направлена программа на самозанятых и безработных граждан. Для них проводят семинары-тренинги и помогают в получении микрокредита для запуска новых микропредприятий и расширения существующего бизнеса, а также в создание новых рабочих мест. Максимальная сумма микрокредита – 18 миллионов тенге. Ставка вознаграждения – 6% годовых. Это льготная ставка в сравнении с коммерческими банками. Срок кредитования для инвестиционного займа составляет 5 лет на пополнение оборотных средств в 3 года. Гарантии фонда Дому будут предоставляться для действующего бизнеса до 50% от суммы кредита и до 85% для начинающего предпринимателя. Однако на сегодняшний день реализация программы приостановлена, тормозят процесс банки второго уровня. По их просьбе Министерство труда и соцзащиты население вносит изменения в программу. В части изменения эффективной ставки вознаграждения на номинальную. Предварительно изменения будут приняты в июне. После этого деньги станут доступны для желающих получить микрокредиты. Докладывала руководитель управления и о разъяснительной работе среди населения. В городах проведены многочисленные семинары, однако глава области раскритиковал этот фронт работы. Люди задают вопросы. Вы сами были, вот здесь коллеги многие были, в Каркаралинском районе опять же. У меня по Каркаралинскому району очень много вопросов, но один из них предприниматели не знают. Они выходят на трибуну и задают мне вопросы по залогам, по другим. Какие механизмы, льготы есть по линии домов. Пока вы разъяснение не дали, они... Так, Татьяна Юрьевна? Да, да. Есть так. Поэтому Акима и вы, управление, это кто у нас? Марвуан Сибиревич, по вашей части, да, разъяснительная работа ведется из... Вот, плохо. Очень плохо ведется работа. Люди не знают, на местах особенно, в районах. Если он не знает об этих, значит вы плохо работаете. Организовываете работу вместе с Акимами регионов. В областном Акимате также было отмечено, что из всех проектов, имеющихся в региональных институтах развития, почти половина суммы приходится на областной центр, оставшаяся сумма приходится на все остальные восемь моногородов области. Учитывая наиболее ликвидные залоги в Караганде, а также более высокую финансовую грамотность, есть вероятность, что данные проекты первыми получат микрокредиты. В результате имеется риск недостижения цели массового предпринимательства во всех городах. Андрей Тенул, Жасгабасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Пожароопасный период только начался, но с начала года в Карагандинской области уже зарегистрирован один пожар в лесу и 20 случаев возгорания. Представители департамента ЧАЭС провели брифинг, на котором вновь напомнили карагандинцам о технике безопасности не только в лесостепных массивах, но и о правилах поведения на воде. Напомним, что Аким области Ирлан Кушанов уделил особое внимание безопасности людей в летний период. С началом летних месяцев работа спасателей переходит в усиленный режим. На борьбу с пожарами на территории области созданы 756 добровольных противопожарных формирований. На их вооружении имеется 18 единиц пожарных автомобилей и более 2000 единиц специальной техники, 59 пожарных мотопомп. Мы готовы к борьбе с пожаром, говорят в департаменте по ЧАЭС, но элементарные нормы пожарной безопасности людям нужно соблюдать всегда. Хочется отметить, что все природные пожары начинаются из-за какой-то внешней причины. Источника огня среди деревьев нет. Виновником таких пожаров всегда является человек. Самые типичные случаи возникновения природного пожара. Брошенная горящая спичка, окурок, охотник выстрелил, пыш начал тлеть или загорелся. Механизатор оставил в лесу промасленный обтирочный материал, заправил технику без соблюдения правил техники безопасности, курил рядом с заправляемой машиной и так далее. Предупрежден, значит вооружен. Представители департамента по ЧАЭС с началом купального сезона вновь напоминают о технике безопасности на воде. Несмотря на большую профилактическую работу, каждый год регистрируются факты гибели людей во время купания. К примеру, в прошлом году на водоемах Карагандинской области утонуло 39 человек. Большинство из них – молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. И 82% из них – мужчины. Среди самых острых вопросов остается бдительность родителей, говорят в службе спасателей. За купальный период прошлого года утонуло 10 детей. Также основное, чтобы родители не бросали без присмотра своих детей, потому что там буквально считанные секунды и ребенка не контролируешь за это время. Поэтому здесь особенно надо бдительным быть. Лучше подальше отойти от береговой линии, находиться и постоянно нужно держать детей в поле зрения своем. На территории области насчитывается более 400 водоемов и тысячи рек. Но купаться разрешается не везде. Спасатели вновь заявляют, что нельзя нырять в неустановленных для купания местах. Не входить в воду в нетрезвом состоянии. Пользоваться только благоустроенными пляжами. Не заплывать далеко от береговых линий. Не нырять при холодной воде. Ведь безопасность человека зависит не только от спасателей, но и от бдительности самого человека. Айнур Нурмангалиева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде сотрудники ДВД выдавали водительские удостоверения людям, состоявшим на учете в психоневрологическом диспансере. Это было выявлено во время прокурорской проверки. Этой и другим темам был посвящен специальный брифинг в прокуратуре района имени Казбекби. Во время проверки выяснилось, что сотрудники регистрационно-экзаменационного подразделения департамента внутренних дел выдавали водительские удостоверения тем, кто состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Ни много ни мало сотрудники ДВД успели выдать три удостоверения по подложным медицинским справкам. На проверке был установлен данный факт, что данное лицо предоставило поддельную справку в органы внутренних дел. По результатам проверки прокуратура района внесена акт надзора в ДВД области с вопросом об аннулировании водительских удостоверений в ушеказом трём лицам в судебном порядке. Кроме того, материалы проверки направлены в ДВД области для проведения судебного расследования по статье часть 1, статья 385, уголовный кодекс Республики Астана, то есть подделка документов. Данный факт зарегистрирован в книге учёта информации прокуратуры района по признакам преступления по изготовлению поддельных документов. Материал направлен для проведения досудебного расследования в ДВД области, где сами сотрудники написали заявление на граждан, предоставивших поддельные документы. Но на этом обсуждения не закончились. На этот раз виноватым является уже сотрудник полиции. Так как 16 мая в 22.00 помощник участкового инспектора полиции, управляя машиной марки «Мерседес Бенц», двигаясь по улице Университетской в направлении улицы Муханово. На нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома 17.3 совершил наезд на пешехода. В результате наезда девушка от полученных травм скончалась на месте происшествия. «На данный момент помощник участкового инспектора находится под стражей. Назначены соответствующие экспертизы. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Могу сказать одно, что водитель был трезв и совершил наезд на собственном автомобиле. Это первое ДТП за год с участием сотрудников. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района». В прокуратуре также рассказали, что с принятием новых законов появились новые правовые институты, в том числе процессуальный прокурор. Фигура процессуального прокурора определяется, как правило, по делам, которые вызвали большой общественный резонанс, где необходим тщательный надзор над проводимыми следственно-оперативными мероприятиями. Фаризол Баба, Жахсул Кнурта, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Все началось в марте нынешнего года. Возле жилого дома 62 на улице Гоголя прорвало трубу. Жители немедленно вызвали аварийные службы для устранения неполадок. По словам граждан, рабочие устранили аварию только на время. И вот уже третий месяц вода затапливает подвал жилой пятиэтажки. «Засунули хомут, опять закидали 3-4 этих ковша глины туда и уехали. Вот опять сочится вода, полная яма. Через два дня приехали, в яме вода собирается, они водовозку вот с той стороны подогнали, воду откачали в двух водовозках, вывезли. А в итоге опять полная яма. Вот через два дня каждый раз водовозка. Зачем нужен этот мартышкин труд? Вы скажите». Фаэля Ишмаметова вместе с мужем живет в этом доме на протяжении 60 лет. Но проблем не было никогда. Всегда был аккуратный чистый двор. Но вот уже три месяца пенсионерка вместе с соседями борется за право жить в чистоте и безопасности. Фаэля Ишмаметова живет на первом этаже. Из-за постоянно текущей воды в квартире очень сырой и появились насекомые, говорит бабушка. «Невозможно темно. Идешь на ощупь, как бы не упасть. То двери, то стенку щупаешь. Темень невыносимая. Ни в спальне, нигде. Мало того, что от сырости и пол холодный, и все невозможно. Постель какая холодная, ложится невыносимо просто. И везде мошки и комары. Не уснешь всю ночь. Помогите, пожалуйста, с этой большой-большой проблемой. Я сама тоже инвалид второй группы. Мне тяжело». Жильцы беспокоятся за безопасность детей, ведь ребятишки играют там, не задумываясь о последствиях. Мало того, что разрыта глубокая яма, постоянно заполненная водой, так еще и ветхие деревья, которые могут свалиться в любую минуту. Жители настойчиво твердят, что деревья нужно срубить. Тогда будет проезд и для техники для вывоза глины. «Потом приехали, нагнали техники сюда. И бульдозер, и камаз. Ну, вроде как будто тут лес густой резать. Вы не видели, сколько тут было техники. Наверное, вся карагандинская новая техника была здесь. Толку – ноль. Разрыли, чопики наточили, забили. Там, наверное, труба решето. Через два дня опять звоню. Течет опять фонтан. Оно с глиной бьет, желтое. Уровень только, пожалуйста, вот посмотрите». Мы решили обратиться за разъяснением в Караганды-Су, где нам рассказали, что водопровод действительно старый. Существует он там с 1972 года и подлежит плановой замене. Данный котлован после ликвидации аварии был временно спланирован. «От 14 мая на водопроводе по улице Гоголя возникла и была ликвидирована бригадой ТОК Раганды-Су авария на водопроводной линии. По завершении аварийных работ котлован был первично спланирован. Было обнаружено, что водопроводная линия, снабжающая водой дома Гоголя-62-64, находится в ветхом состоянии и ей требуется замена. Бригады ТОК Раганды-Су после этого приступили к подготовительным работам, включающим в себя вручную шруфовку высоковольтных кабелей электроснабжения и связи. Это входит в подготовительный объем работ до начала замены водопровода». Водопровод будет заменен в ближайшее время и настораживающую яму вскоре устранят. Работники Караганды-Су обещают, что новый водопровод будет протяженностью 420 метров диаметром 160 миллиметров. А сердце Замбаева, Лжас Габасов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Карагандинские водители не всегда уступают дорогу пожарным автомобилям. В связи с этим пожарные и полицейские Караганды учили местных автолюбителей пропускать спецтранспорт. Как автомобилисты шахтерской столицы реагируют на спецмашины, выясняла Фариза Улбаева. Сотрудники противопожарной службы и местные полиции организовали рейд «Пропусти пожарную машину», призванный повысить культуру карагандинских водителей. Последние неохотно пропускают автомашины экстренных служб. Тем самым они усугубляют положение пострадавших. А ведь в правилах дорожного движения специальным пунктам прописаны преимущества для автомобилей экстренных служб. Пожарные части выезжают на пожар, и у нас трудности создаются с помехами со стороны движения личных автотранспортов. Это особо касается легковых автомобилей, которые на основных перекрестках. Основное время, вот час пик у нас, утреннее время, когда люди на работу с работы, или вечернее время, когда загруженная автодорога, бывает у нас не уступает дороге нашим автоцистерам, которые двигаются с включенным маячком на пожар. Пожарные и патрульные автомобили проехали по улицам областного центра. Звуковые сигналы были включены специально для проверки бдительности водителей. Дорогу спецмашине, якобы спешащей на пожар, уступали многие автомобилисты, однако делали это не все. Даже одной машины достаточно, чтобы задержать пожарный расчет на драгоценные секунды. А я не имею права ехать на заключательную светофору. Конечно, я обжалую. Что это за дела такие? Вы поглядите право в сторону меня? Я вижу прекрасную машину. Были водители, которые не слышали или не хотели слышать сирену. На этот случай за пожарной машиной следовали полицейские. Нарушителей наказывали. За час сотрудники полиции составили три протокола. Штраф за такое нарушение составляет 15 месячных расчетных показателей. Стоит отметить, что не реже автолюбителей дорогу пожарным не уступают и пешеходы. Кроме загруженных транспортом дорог, нередко огнеборцы сталкиваются с еще одной серьезной проблемой. Это заставленные частным автотранспортом городские улицы и проезды жилых дворов. Пожарным машинам приходится двигаться медленно, балансируя между припаркованной техникой, теряя при этом драгоценное время. Включение спецсигналов строго регламентировано. Если на спецмашинах включены маяки и сирены, это означает, что кому-то нужна помощь. И каждый должен реагировать на это с пониманием. Порезал Баева, Жак Сулк-Нурта, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Другим новостям. Более тысячи участников демонстрировали свои таланты на четвертом международном фестиваль-конкурсе «Тулган». Победители определены в пяти номинациях. Организаторы заявили, что интерес у молодежи к этому конкурсу растет с каждым года. Айгири Махмеджанова вместе со своим коллективом приехала из Кукшитау. Девочка два года занимается в инструментальном ансамбле «Карлыгаш». На конкурс приготовили номер игры на Кубызи. Мы сегодня исполняли произведение «Попури». Мы к этому конкурсу готовились примерно два месяца. Жанат Камутов в качестве жюри конкурса участвует второй раз. С каждым годом талантливых детей, желающих участвовать на конкурсе, становится все больше. Такое количество участников радует, признался Жанат Камутов. Конкурс организован для выявления. Он действительно выявляет, действительно показывает то, что у нас есть. И хочу сказать, конкурс уже второй год. И он настолько зарекомендовал себя, что я бы порекомендовал всем в дальнейшем участвовать еще больше коллективов, больше интересных людей, больше приглашать из-за рубежа. То есть организации, в принципе, бесподобные. Продемонстрировать свои таланты на фестиваль приехали участники из Монголии и 14 областей Казахстана. Они соревновались в пяти номинациях. В их числе эстрадный вокал, хореография, рисование, ораторское мастерство, инструментальная и народная музыка. Подобные конкурсы проводятся для выявления талантов среди молодежи, заявили организаторы. Ассель Сазамбаева, Ажара Гибаева, Жакслуд Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Четыре дня осталось до священного для мусульман месяца Рамазан. В 2017 году этот месяц приходится на период с 27 мая по 25 июня. В преддверии священного поста в мечети поселка Уштубе была организована встреча имамов Карагандинской области с местными жителями, которую назвали Сагандахсена Рамазан. Мусульмане всего мира в эти дни с трепетом ожидают священный месяц. Запасаются продуктами, планируют дела. Но есть люди, которым нужна дополнительная информация. Что и как нужно делать и чего делать нельзя. Именно в этих целях имамы Карагандинской области при поддержке спонсоров, пригласив карагандинцев и ученых, преподаватели из Египта и Турции, работающих в Караганде, провели данные мероприятия. В истории праведные предшественники готовились к месяцу Рамазан 6 месяцев вперед. То есть готовились духовно, потому что месяц Рамазан – это короткий срок, один месяц. В этом месяце человек может получить большие, великие, огромные блага. Поэтому к этому благу человек должен прийти с подготовкой. На мероприятии были исполнены стихи на религиозную тему. На импровизированной сцене показаны театрализованные постановки. Известные акаины состязались между собой в красноречии, а имамы рассказывали о значимости этого месяца. Собравшиеся местные жители говорят, что такие встречи духовно обогащают и поддерживают тех, кто впервые решился поститься. Пусть Аллах смилуется над всеми нами и избавит от всех дурных мыслей и помыслов. Пусть укрепит нас в вере и подарит счастье вашим домам. Пусть услышит и примет все ваши молитвы и подарит счастье и милосердие. Мир вам и благословение Всевышнего. Встреча в подобном формате в поселке Штюбе организована впервые. Имам местной мечети считает, что подобные мероприятия должны стать хорошей традицией, ведь эта встреча носит глубокий смысл. О священном месяце Рамазан хадис гласит, если бы люди знали все преимущества месяца Рамазан, то они бы пожелали, чтобы он длился вечно. Совершившего в месяце Рамазан один грех ожидает двойное наказание. Совершившего одно доброе дело – двойное вознаграждение. Следует очень уважительно относиться к этому месяцу. Его благодать радует верующих. Это такой месяц, первые дни которого приносят благодать. Средние дни сулят отпущения грехов. Рамазан – священный месяц мусульман. Его даты определяются в зависимости от смены фаз луны. Исламский синодический календарь короче григорианского. Поэтому ежегодно начало Рамазана отодвигается на 10-11 дней. В этом году пост начнется 27 мая. Само слово «Рамазан» переводится с арабского как «жаркий, палящий, зной». В названии заключена сама суть поста. Задача каждого правоверного в этот месяц – доказать силу своей веры, отказаться от нечистых дел и мыслей вопреки изнурительной жаре. В тюркских языках этот пост носит название «Ураза». Айнур Нурмангалиева, Исламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Шахтерскую столицу посетил «Железный человек». Женеспек Кадырула – йог, холодное оружие, его не пугает. Он запросто может вонзить в себя нож или же нанести несколько порезов, не почувствовав боли. «Железный человек» – именно под таким псевдонимом выступает Женеспек Кадырула. Нам удалось пообщаться с ним лично и узнать много интересного. С одной стороны, такой вид деятельности удивительный, но с другой – опасный. Людям, не имеющим специальную подготовку, это делать категорически запрещено. Женеспек Кадырула увлекается йогой с 1992 года. Свои способности «Железный человек» демонстрировал не только в городах Казахстана, но и в странах ближнего зарубежья. У казахского народа это в крови. Наши предки были мужественные и сильные. Я считаю, это божий дар. Это опасно, но для меня это уже как образ жизни. Этот дар дается с детства, просто нужно его развивать правильно. Живет «Железный человек» в Павлодаре. Несмотря на большой опыт, Женеспек Кадырулы все же соблюдает правила безопасности. Асель Сазанбаев, Олжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Около полусотни иностранных граждан нелегально работали на стройке в Караганде. В основном это граждане стран Средней Азии, Армении и Азербайджана. Таковы результаты лишь одного дня оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2017», которое проводится в республике с 22 по 24 мая. Согласно оперативной информации, в строительстве этого дома задействованы рабочие нелегалы. Живут они здесь же. Полицейские показывают нехитрый быт так называемых гастарбайтеров. Операция проведена сотрудниками отдела по борьбе с незаконной миграцией ДВД совместно с Управлением по противодействию экстремизму и СОБРам. В настоящее время все иностранные граждане привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. В отношении работодателей также принимаются меры по привлечению к административной ответственности за привлечение иностранной рабочей силы с нарушением законодательства. В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2017» первого этапа сотрудниками ДВД области и СОБНМ ДВД области были выявлены на строительном объекте 44 человека. По всем эпизодам в ПАКПах незаконной рабочей силы будут собраны материалы и переданы административной службе города Караганды. В пресс-службе Карагандинского областного ДВД сообщили, что мероприятие проводится в целях противодействия нелегальной миграции на территориях государств-участников договора о коллективной безопасности. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 22 мая на базе учебного центра «Спаск» регионального командования «Астана» начались девятые международные соревнования разведывательных подразделений «Алтынук-2017». На протяжении пяти дней восемь команд из Беларуси, Казахстана, Пакистана и России будут выявлять лучшую разведгруппу. Международные соревнования «Алтынук-2017» призваны способствовать формированию и поддержанию высокой морально-психологической, военно-специальной и физической готовности участников к реальным боевым действиям. Каждому военнослужащему требуется проявить повышенную выдержку и меткость. Спецназовцам предстоит пройти 10 этапов, на протяжении которых будет определен уровень работы командиров разведывательных подразделений, стрелковой и полевой выучки военнослужащих, готовности к отработке задач в сложных условиях, а также выполнение различных профессиональных приемов. В качестве наблюдателей в текущем году присутствуют представители Азербайджана, Монголии, Индии и Турции. И последнее. В память ветерана КНБ Жахана Медиубаева в Цимиртау прошел ежегодный турнир по волейболу. В соревнованиях принимали участие команды не только из Казахстана, но и ближнего зарубежья. Турнир проводится 21 год подряд и с каждым разом набирает популярность. Почтить память ветерана КНБ полковника Жахана Медиубаева приехали волейболисты не только из Казахстана, но и из Новосибирска, Бишкека, а также сборная команда Узбекистана. Вадим Титов, капитан команды Института ядерной физики из Новосибирска, приезжает сюда в пятый раз. Команда постоянно занимает призовые места, и в этом году им удалось завоевать первое место. В Новосибирске также регулярно проводятся волейбольные турниры. Частенько на них приезжают спортсмены из Караганды. Здесь хорошая волейбольная школа, отмечает Вадим Титов. И в этом году у нас уже запланировано было традиционное участие. Мы с большим удовольствием присутствуем здесь и участвуем в турнире. Нам нравится, что команды довольно-таки сильные. Люди, которые раньше играли в команде мастеров, участвуют в этом турнире. И поэтому очень интересный турнир. Первый турнир был организован в 1996 году. И сегодня соревнование обрело статус международного. Ежегодно в турнире участвуют как ветераны, так и действующие спортсмены. В первый день игры прошли в подгруппах, где определились финалисты. Во второй день – финальные встречи. Турнир проводится в 21-й раз. Я хочу отметить, что количество участников возрастает с каждым годом. Мне очень приятно, что моего брата помнят и чтят. Выражаю свою благодарность всем организаторам за проведение этого мероприятия. Все проходит, как всегда, на высшем уровне. Полковник Жахан Мукатаевич Медиубаев внес значительный вклад в развитие и пропаганду волейбола в регионе. Он любил этот вид спорта, был активным и хорошим игроком, пропагандируя здоровый образ жизни. В организации соревнований активно приняли участие близкие родственники, бывшие коллеги по службе и спортивная общественность области. Я сам лично с ним работал, здесь, в Тимитовском городе, знаю прекрасную семью. Это человек, который посвятил себя как работе в КНБ, так и показал себя как спортсмен. Он все время занимался различными видами спорта. Он активно боролся за то, чтобы поколения и все подрастающие как можно больше занимали спортом. Он показывал пример. Независимо от того, какого возраста он не был, он объединял и организовал. По итогам соревнований первенство одержала не только команда из Новосибирска, но и молодая команда АМТ Тимиртау. Среди победителей также расположились команды из Бишкека и Астаны, занявшие третье место. Все победители и лучшие игроки были отмечены специальными сувенирами с портретами Шахана Медяубаева, кубками и медалями. Астер Сазымбаев, Исламбек Аспан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Монсал Болумстар. Редактор субтитров А.Семкин